Добрый вечер, в Украине 20.00. Вы смотрите подробности о главных новостях, расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Украинских врачей снова не пустили к Надежде Савченко. В каком состоянии украинская лётчица сегодня? Лобовое столкновение пассажирских автобусов во Львовской области. Что стало причиной ДТП? Сёстры без хиджаба. Кого задержали по подозрению в планировании нового теракта в Париже? Террористы на продлёнке. Как и где боевики ИГИЛ готовят свежую смену убийц? Украинских врачей не пустили к Савченко. Ещё днём была надежда, что медикам всё же удастся осмотреть украинскую лётчицу в российском СИЗО. Об этом сообщила сестра Надежды Вера. По её словам, украинские врачи уже возвращались в Киев, но их развернули на границе. Однако ближе к вечеру стало понятно, что и Вере, и врачам вновь отказали в этой встрече. Сейчас они возвращаются в Киев. Я напомню, сегодня третий день, как пленница прекратила сухую голодовку. Пикет у СИЗО в поддержку украинки пока перенесён. И вот что Вера Савченко рассказала нам о последних событиях. Тем временем, как сообщают в российском МИДе, Москва исключает возможность обмена Надежды Савченко до вынесения приговора. Его должны огласить, напомню, 21 марта. Как чувствует себя сегодня украинская лётчица, адвокатам сказать сложно. Из СИЗО они получают крайне скудную информацию. Об этом им рассказал один из её защитников Николай Полозов. Выход из сухой голодовки должен сопровождаться медицинским контролем, но здесь и сама Надежда проявила принципиальность. Она отказалась от помощи российских врачей. Она написала заявление соответствующему начальнику следственного изолятора о том, что запрещает проводить с собой какие-либо медицинские манипуляции российским врачам. Максимум, что они могут сделать, это померить температуру и давление. Я планирую в понедельник прилететь в Ростов, встретиться с Надеждой в СИЗО. Госдеп США призвал Украину предотвратить нападение на здание депмиссии Российской Федерации. В Вашингтоне напомнили Киеву о необходимости соблюдения Венской конвенции об охране посольств и консульств. Также власти США призвали украинцев выражать свои протесты мирно. Мария Савченко поблагодарила за помощь в деле ее дочери партию Батькивщина и лично Юлию Тимошенко. Мать украинской летчицы отметила, что политическая сила сделала надежду первым номером в своем списке и максимально пытается привлечь внимание международной общественности к освобождению ее дочери. Тимошенко взяла на себя оплату международных поездок Марии Савченко. На последнее судебное заседание мать украинской летчицы ездила в сопровождении троих нардепов от Батькивщины. Нардеп от БПП Леонид Казаченко решил сложить в себя полномочия внештатного советника премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба партии Блока Петра Порошенко. Среди причин такого решения нардеп назвал самый низкий рейтинг правительства за всю историю Украины. Отсутствие реальных реформ и невозможность обсудить нынешние проблемы и пути их решения с Арсением Яценюком. Казаченко был внештатным советником с мая 2014 года. Всего по состоянию на июль прошлого года в Кабмине работали 3 штатных и 16 внештатных советников премьер-министра. В Кировоградских больницах закончились препараты для лечения детей больных гемофилией. Почему чиновники уже несколько месяцев кормят родителей пустыми обещаниями и переводят ответственность за отсутствие этих лекарств из Киева в область и обратно, разбиралась Елена Брынза. Большая часть жизни 7-летнего Владика прошла в больничной палате. У мальчика гемофилия в тяжелой форме. Его мама Марина рассказывает, препараты для свертывания крови ей приходилось буквально выбивать у врачей и чиновников. Но вот уже несколько месяцев в больнице лекарств нет вообще. Нет ни одного флакона фактора. Мы должны покупать сами. Если не будет вводить фактор, то это будет усугубляться проблема с суставами. В дальнейшем это приведет к тому, что ребенка такого нужно будет со временем оперировать, менять сустав на искусственный. В январе этого года Марина повезла сына в Киев на консультацию. Они уже месяц как вернулись, но выполнить рекомендации столичных врачей не могут. У нас есть ответственность, что ребенок должен находиться на профилактике. Профилактика 500 одиниц три раза в неделю. Неделя такого лечения стоит около 18 тысяч гривен. Для семьи сумма неподъемная. Марина обратилась в Министерство здравоохранения. Ей ответили. Планируют провести централизованную закупку. А пока деньги на лечение гемофиликов должны искать в местных бюджетах. В Кировоградском областном бюджете в начале года на препараты выделили 320 тысяч гривен. Но до сих пор так и не закупили. Ссылаются на длительную тендерную процедуру. Сегодня отбываются открыты тендерные торги областной детской лекарни. Мы сподеваемся, что будет закуплена достатная количество. Даже если препарат, как обещают чиновники, поступит в больнице Кировограда в конце марта, его используют только для неотложной помощи. А для профилактики, в которой нуждается Владик, выдавать не будут. В Кировограде в такой же ситуации оказались 19 людей. Мама восьмилетнего Богдана едва ли не каждый день звонит в областной департамент и в министерство. А не дай Бог, будет кровотеч. Что мне делать? Вот что мне делать? У нас в 2010 году занесли уже плазмогепатит. Мы, ну, цели хвороба гемофилии, еще и гепатит. Наш укол стоит 6 тысяч оптанат. У нас таких коштей просто нет. Так когда и в каком количестве государство закупит лекарства для гемофиликов? Мы еще несколько дней назад направили запрос в Министерство здравоохранения. Но чиновники до сих пор так ничего и не ответили. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кировоград. На временно оккупированных территориях Донбасса и в России находятся 128 украинских заложников, в том числе женщины и раненые. Об этом сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит. На последних переговорах в Минске украинская сторона и представители Красного Креста настаивали на допуске врачей к украинским пленным, чтобы проверить их состояние здоровья. Однако пока этот вопрос не решен. Тем временем в районе Синоватской развязки, это за Авдеевкой, боевики продолжают атаковать наших военных. Сегодня били из минометов и танков. Не прекращаются обстрелы и западнее в районе Маринки-Красногоровки. Там под огонь попала ремонтная бригада газовщиков. Ирина Баглай расскажет все подробности. Чтобы восстановить газоснабжение в Маринку и Красногоровку осталось 300 метров. Но они находятся в серой зоне. С 1 марта украинская сторона договорилась с боевиками, что те не будут вести обстрелы. Но уже второй день подряд тракторы возвращаются в расстрелянные. Видно, колеша. Кандем нападает. Это чего? Это на снайперс. Тора. Поработали 20 минут, потом раздались выстрелы со стороны боевиков. Мы рыли траншею, начался обстрел. Поступила команда покинуть кабину трактора. То есть люди залегли. Вот было сколько? Ну, 5 минут тишины. Потом обстрел именно по трактору. Они прекрасно видели, мы на открытой местности. Запаливающие, которые попали в этот трактор. То есть они пытались не просто вывезти из лады машину, а помогали даже и спалить. Было как минимум из двух винтилок. Место для тех трупов, которые откопаны сейчас. Их боевики в ночи используют как окоп. Они занимаются окопом, начинают вести из него в огонь в сторону наших позиций. Мы стараемся не ответить, потому что боимся пошкодить трубу. Сторона ДНР просто уничтожала эту трубу. Осколки, они в теле трубы. Из-за того, что произошел обстрел и трактора, и, соответственно, наших рабочих, принято решение эвакуировать и трубу в том числе. Из зоны обстрела. В самой же Красногоровке есть только электричество. Люди устали от войны и хаоса. Сегодня, без всяких объявлений, вышли на субботник. Ближе к передовой слышны залпы. Уже пошел выход. Сейчас где-то будет припилет. Я советую вам немножко выпрыгнуться. И подползают к нам, забрасывают нас в огонь. Врага сдерживают только стрелковым оружием. Отвечать приходится часто. Когда человек стреляет, у него что остается с пальцем? Это так стерлись? Это так стерлись с перчатки, да. Что делать? Что нормально? Купи новые. Этой ночью противник снова бил из запрещенных минометов. Огневые позиции оборудовали за Старом Михайловской церковью. С перчатку службу отправлять, а потом с минометов стреляют. Наверное, четыре точно есть. Порядок наводят и военные. В частном секторе собрали остатки смертоносных снарядов боевиков. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Николай Терещенко. Из-под Донецка подробности телеканал Интер. Когда на Донбасс вернется мир? Сегодня издание «Зеркало недели» опубликовало статью, в которой говорится, что в Донецкой и Луганской областях могут появиться новые местные администрации, которые возглавят руководители, устраивающие и Киев, и Москву. Такие кандидаты уже есть. Это Ринат Ахметов и Юрий Бойко отмечаются в публикации. Ее автор Сергей Рахманин со ссылкой на неназванные источники также пишет о том, что президент Петр Порошенко уже якобы одобрил этих претендентов, а Путин готов убрать с Донбасса Захарченко и Плотницкого. В пресс-службе Рината Ахметова на эту статью уже ответили. Там заявили, что не комментируют слухи и домыслы, но Ринат Ахметов готов на любые шаги для прекращения войны на Донбассе, которую нужно завершить за столом переговоров, а также для достижения мира он готов сделать все, что от него зависит. В интервью «Интерфакс Украина» его пресс-секретарь также напомнила о том, что такую позицию Ахметов озвучил еще летом 2014 года. А вот лидер оппозиционного блока Юрий Войко заявил, что готов принять участие в любом формате, который позволит добиться мира на Донбассе и вернуть неконтролируемые территории в состав Украины. Мы не скрывали того, что мы ведем переговоры с властями о том, чтобы помочь имплементировать Минские соглашения, прекратить конфликт, вернуть территории и людей в Украину. И если для этого необходим любой формат участия, не только меня, а любого члена нашей фракции и партии, в урегулировании конфликта, то мы готовы на этот сценарий, если он даст возможность, выполнить эту задачу. Мы нацелены на то, чтобы Минские соглашения были выполнены, был остановлен конфликт, на этой территории прошли выборы, и эта территория вернулась в состав Украины. Для этого мы готовы на любое участие и любой формат со стороны членов нашей партии, в том числе и меня. Среди бела дня сегодня стреляли в Мукачеве, прямо возле школы, где проводились уроки. Мужчину, который шел по улице, обстреляли из автомобиля. Пуля попала в ногу, повредила артерию, раненого госпитализировали в Мукачевскую горбольницу. Медики сообщают, что он потерял много крови и сейчас находится в коме. Пострадавший это местный житель. Ранее он был судим за охранение наркотиков и тоже был вооружен. Полицейские нашли рядом с ним гранату. Полицейские огородили место злочина и выкликали экспертов обухотехников. Они не шкодили обуховый пристрел. Приваются первочередные следственные действия, а также оперативно-рошуковые заходы, замок на убийство. Политический переворот или законная смена власти? В Ривненской области там борются за кресло. Вчера на сессии облсовета проголосовали за отставку главы радикала Владимира Ковальчука и за избрание нового Александра Корнечука. Он депутат от БПП. Но Ковальчук кабинет не покидает. Местные СМИ пишут, что он даже провел там ночь. Все подробности узнаем у Инны Белецкой. На стене возле двери табличка. За дверью говорят совещания. Все как в обычный рабочий день. Вот только людей побольше. Журналисты ждут в коридоре, хотят спросить, почему Владимир Ковальчук не уходит. Ведь вчера депутаты на сессии проголосовали за его отставку. Местные СМИ пестрят ироническими заголовками. Закрылся, провел ночь, плачет. Говорит, не закрывался. Я сплю дома, приходу на работу, выключено по графику. Я чекаю распоряджения про моё извольнение. Когда мне будет доведено распоряджение про моё извольнение, например, решение сессии, я вам уже поведен, буду оскарживать в суде. Как только меня ознакомили с этим решением, я никогда за посадой не тримался, и не буду триматься. Я извольну кабинет. Правда, в кабинет пускает не сразу. То, что называли совещанием, оказывается, чаепитие членов радикальной партии. Нардеп Андрей Лазовой, он приехал для поддержки, говорит, без боя не сдадутся. Решение сессии приносят. Владимир Ковальчук обещает ознакомиться и уйти. Но не уходит. А это новоизбранный глава облсовета принимает журналиста в коридоре. Говорит, кабинет не рвётся. Зранку он заявил аппарат у коллектива, сказав, что он легитимный, никуда не собирается уходить, и все доручены, чтобы его выполнили. Счинився тиск. Когда приходят помещники, забирают какие-то документы, вытягивают журнал регистрации и распоряжения, забирают его, несут собю в кабинет. Печатка тоже находится в общей части. Печатку они не забрали, печатка там и находится. Она не дала. Печатка на месте. А просили его? Так, просили. А они давали? Печатка находится в сейфе. Радикал Ковальчук выходит из кабинета, чтобы сказать, что передумал уходить и будет в кабинете до конца рабочего дня. До 17.00 добуду, до конца рабочего дня. Извольню промещение, будь ласка. Кто там сильно так скачет в это промещение, нехай вскакивает. Темчасово, надеемся. Уже сегодня радикалы обещают подать иск в суд. Говорят, смена власти временная. А ещё ждут подкрепления из Киева. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер, Ривная. Масштабы незаконной добычи янтаря в Ривненской и Житомирской областях вид с воздуха. Сегодня Госпогранслужба Украины опубликовала видео, на котором зафиксировано 11 нелегальных карьеров в Ривненской области. Экипаж пограничного самолёта Луцкого отряда в пятницу пролетел над районами области вдоль госграницы. И вот что увидели пилоты. Сотни работающих помп, десятки старателей. Ещё четыре незаконные янтарные копанки пограничники зафиксировали с самолёта днём ранее в Олевском районе Житомирской области. Информацию о местонахождении карьеров пограничники передали в нацполицию, СБУ и прокуратуру. Куда пропал конфискат? Глава фискальной службы Роман Насиров заявил, что Одесская таможня потеряла изъятые товары на сумму 50 миллионов гривен. Об этом он рассказал в интервью изданию «Апостров». По его словам, сейчас проводится внутреннее расследование. Кроме этого, Насиров заявил о нецелевом использовании средств при закупке программного обеспечения. Он считает, что человек, подписавший решение об этой закупке, должен понести уголовную ответственность. И вот, что нам ответила глава Одесской таможни Юлия Марушевская. Одесская митница даёт свои конфискованные товары на сохранение приватным складам. И как только я стала руководителем митницы, сразу мы начали инвентаризацию. Есть недостача, товаров где-то бракует, и этих недостач было на 500 тысяч гривен. Мы подали документы в прокуратуру. Мы уже направили запрос в прокуратуру с просьбой рассказать, как проходит следствие относительно пропажи конфиската из частных складов, куда его на хранение отдала Одесская таможня. И Юлия Марушевская также прокомментировала историю с программным обеспечением. Так или иначе, обвинение главы фискальной службы Романа Насирова серьёзный, речь о миллионах гривен. И мы проведём своё расследование. В ближайшее время расскажем вам подробнее об этой ситуации. Для этого мы уже обратились в фискальную службу с просьбой подробнее рассказать об этом инциденте. И снова о миллионах. В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали очередной конвертационный центр с оборотом в 180 миллионов гривен. Организаторы преступного бизнеса зарегистрировали 17 предприятий, которые лишь по бумагам занимались торговой деятельностью. На самом же деле их счета использовались как транзитные для обналички, в том числе и бюджетных денег. И там же, в Днепропетровской области, на взятке погорел подполковник полиции, начальник одного из отделов полиции Кривого Рога. Его задержали во время передачи денег в одном из ресторанов города. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Днепропетровской области. Полицейский вымогал у местной жительницы полторы тысячи долларов за то, что с её имущества будет снят арест. Значит, расследование о взяточнику, его имя пока не разглашают, грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Более 10 человек пострадали в результате столкновения пассажирских автобусов во Львовской области. Что стало причиной этого ДТП? Ошибка водителя или банальные ямы на дороге? Подробнее Галина Якушко. Село Бен-Дюга, Сокальский район. Вчера вечером два рейсовых автобуса столкнулись здесь лоб в лоб. Более двух десятков человек доставили с травмами в больницу. Среди них и дети. Это травмы разных локализаций. Это и струс мозга, это забитые раны кинцовок верхних, нижних, обличия. Но проникающих поранений нет. Тем, у кого легкие повреждения, оказали медицинскую помощь и отпустили. Но большинство пострадавших и сегодня остаются на больничных койках. Любовь Сироид получила черепно-мозговую травму. При столкновении ударилась о металлическую стойку. Удар сильный, слышала, потому что кресло, которое сидело, меня прижало сзади. Труба спереду шла, я держалась. Она отвергалась, согнулася. И все, удар. Люди кричат, дети плачут. Полиция и так комментирует предварительную версию причины ДТП. Причина дорожно-транспортной приводы. Если вину водителя докажут, ему грозит до трех лет тюрьмы. Местные активисты считают, реальная причина страшной аварии в том, что дорога находится в ужасном состоянии. Говорят, водитель, скорее всего, объезжал глубокие ямы и ухабы. Этот отрезок можно считать метров пятьдесят. Вот именно на этом отрезке метров пятьдесят. Но тут незадовольный стан, эта дорога. Водитель решил, что, возможно, он встегнет яму обминуть. Не встег. Идинский не поступил. То, что трасса Червоноград-Броды в катастрофическом состоянии, не секрет для местной и центральной власти. Местные жители даже отправили в Киев петицию. Просили срочно отремонтировать дорогу. Пока никакой реакции. По всей Украине 52 тысячи километров разбитых дорог государственного и почти 118 тысяч местного значения. И ежедневно все новые ДТП. Напомню, вчера премьер-министр в соседней Ивано-Франковской области рапортировал об успехах в дорожном строительстве и обещал, что буквально в понедельник в Кабмине решат, какие трассы в этом году наконец отремонтируют. Галина Якушко, Юрий Голубинко, телеканал Интер, Львовская область. Мариупольское направление зоны АТО. В поселке Гнутово снова бой. Боевики обстреляли наши позиции из минометов. Все подробности расскажет Александр Пантелеймонов. Не успеваем добежать до укрытия, как выстрелы повторяются. Это уже что-то потяжелее. Обстреляют. Есть выход. Немножко просядь. Это волк взорвался. Почекай, почекай пару секунд. Может быть и первый Васильок. Вчера осколком черкнуло мне шею. Ну, где-то пуля попала в бруствер. И очень хорошо пристрелялся с той позиции. Обстрел на время прекращается, и военные более подробно описывают нам обстановку. Снайперы обычно бьют с трех сторон. Могут выходить в поле, с поля стрелять. Когда сереет, или солнце у них со спины. С посадки могут стрелять. Обычно ожидают офицеров. Мы их практически не интересуем. Ну, если уже сильно допекаем, так они тогда стреляют минометами. Какую-то закономерность в обстрелах боевиков вычислить очень сложно. Стреляют и днем, и вечером, и прицельно, и не очень. Единственная связь это то, что когда начинаются новые раунды переговоров в Минске, то обстрелы усиливаются. В любом случае, хорошо укрепленные убежища могут пригодиться в любой момент. А позже нам стало известно, как только мы уехали, боевики начали минометный обстрел позиций, где мы работали. Он длился несколько часов. Неспокойная обстановка сохраняется там до сих пор. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Антон Чиженко. Подробности. Телеканал Интер. Во Франции по подозрению в организации теракта задержаны девушки, которые через Фейсбук планировали взрывы в одном из концертных залов Парижа. Что известно о личностях подозреваемых, подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. С 13 ноября прошлого года, когда группа друзей, познавших Аллаха, решила расквитаться с городом греха, убив 120 человек, французские спецслужбы начали работать на предупреждение. На этой неделе были задержаны 4 девушки по подозрению в организации нового теракта в одном из концертных залов столицы. Две из них несовершеннолетние. Больше никаких деталей. Поймали их через сеть Фейсбук, где они то ли планировали, то ли обсуждали возможность теракта. На прошлой же неделе две несовершеннолетние пропали из лицея. И только после объявления в розыск их удалось вернуть. Как сказала мать одной из них, Исрая, дочь, пыталась сбежать в Сирию еще 2 года назад. В центре дерадикализации, где находится сейчас девочка, поведали, что она недавно лечилась от депрессии. К тому же на дворе весна, период обострения всех заболеваний, в том числе психических, и это может косвенно побуждать нестабильных подростков к радикальным шагам. Но и появляются подробности ноябрьской трагедии. Оказывается, парижские теракты планировались очень давно. Организатор Абделамид Абаут минимум полгода пытался собрать команду. Полиция допросила побывавшего в Сирии парня, которому Абаут еще прошлым летом предлагал умереть во славу Всевышнего на рок-концерте. Обещал, кроме 40 девственниц, на небесах полную экипировку, оружие, деньги, снабдил телефоном. Этот парень тогда отказался, но признался в Сирии работать настоящая фабрика джихадистов, которые готовы на все. По сводкам Европола, десятки их под видом беженцев с фальшивыми сирийскими паспортами уже здесь, в Европе. Так что работы у бельгийских и французских правоохранителей точно не убавится. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Ну а пока боевики ИГИЛ продолжают готовить новое поколение террористов. Как исламское государство использует детей в качестве палачей и смертельного оружия? Сколько воспитанников у них в руках и где их содержат? Эксклюзивный репортаж Вениамина Трубачева из Ирака. Повсюду окопы и блиндажи. Это пригород Масула. Город уже второй год удерживают боевики исламского государства. Мы пробираемся на передовые позиции, с которых уже можно увидеть черные флаги джихадистов. Отсюда до позиции террористов не больше километра. И ходить здесь в полный рост смертельно опасно. И стрелять они могут начать в любой момент, днем и ночью. Поэтому все здесь в боевой готовности. Именно на этом участке фронта бойцы курдского ополчения часто замечают, что против них воюют дети. Каруан, минометчик в бинокль, он неоднократно видел совсем молодых мальчиков в форме и с оружием, которые стреляли по его позициям. Террористы используют детей, но это война. Что нам остается делать? Если поступит приказ, я не задумываюсь, скручу колпачок на мене, брошу ее в трубу, и она полетит к джихадистам. На территориях подконтрольных исламскому государству находится больше 10 центров по подготовке террористов. Один из них находится в городе Масул. Отсюда до этого лагеря приблизительно 5 километров. Это видео сняли сами боевики. Они показывают, как обучают детей. Обычный распорядок изучения Корана, зарядка и отработка навыков ведения боевых действий. 7 месяцев в таком лагере пробыл этот мальчик. Там жесткие правила. За незначительную провинность бьют палками. Меня учили драться и стрелять. Мальчику удалось сбежать. Он рассказывает, что только с ним обучались более сотни детей. Возраст от 6 до 16 лет. Террористы постоянно говорят, что нужно уничтожать неверных. Если даже нужно отдать жизнь, пойти и взорвать бомбу. Часто террористы используют детей в качестве смертников. Этот боец курдского ополчения говорит, джихадисты отправляют их совершать теракты на блокпосты и в города. Мол, на ребенка меньше обращают внимания. Когда мы зачищали города и поселки от террористов, я видел среди погибших совсем маленьких детей. На некоторых из них была одежда, которую носят джихадисты. Понятно, что они принимали участие в боевых действиях. Нередко родители сами отдают детей в лагеря террористов. Но обычно джихадисты забирают сирот или просто похищают мальчиков, рассказывает этот сирийский беженец. Пропали мои племянники, два мальчика. Они сначала были с родителями, а потом их куда-то увезли. Уже второй год, о них ничего не слышно. Мужчина подозревает, что дети находятся в сирийском городе Ракка или иракском Масуле. Именно там основные центры по подготовке террористов. Сколько еще подростков в руках боевиков, приходится только догадываться. Но речь точно идет о тысячах. Вениамин Трубачев и Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Пригород Масула. Ирак. Мировые державы, которые содействовали прекращению огня в Сирии, обсуждают возможность федеративного устройства этой страны. Как к этому относятся все стороны сирийского конфликта? Об этом наш собственный корреспондент в США Тихон Дзитко. Прекращение огня в Сирии позволило мировым державам начать более подробный разговор о послевоенном устройстве страны. В американском обществе эта тема активно обсуждается. Звучат даже предложения о разделе Сирии. Однако сами участники переговоров говорят о подобном, но не столь радикальном варианте. Речь идет о федерализации страны, слабый центр и широкая автономия для различных регионов. Как рассказали дипломатические источники, эту идею поддерживают Россия и некоторые крупные западные страны. Более того, предложение уже передали спецпредставителю ООН по Сирии Стефану да Мистурия. Возможно, такой вариант будет обсуждаться на очередных переговорах в Женеве по политическому урегулированию сирийского конфликта. Хотя представители оппозиции уже заявили, они против федерализации. Но в целом на предстоящие переговоры смотрят позитивно. После женевских переговоров участь наших людей может быть облегчена. Мы сможем оказать давление на режим. Именно в Женеве, возможно, будет дан старт реальному переходному периоду в Сирии. От переговоров в Женеве мировое сообщество ждет прорывы, но дискуссии ведутся не только там. Госсекретарь США Джон Кири отправился в Саудовскую Аравию, а оттуда во Францию. Центральная тема как раз кризис в Сирии. Будет ли там обсуждаться возможность федерализации, пока неизвестно. Однако к понедельнику, когда в Женеве должны начаться переговоры между властями Сирии и оппозицией, руководство США и Сирии, очевидно, обозначит свою позицию по этому вопросу. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Пять лет тюрьмы уже не грозит. Где теперь можно играть в настольный футбол без риска попасть за решетку? Об этом не только в нашем обзоре. Чемпион мира по игре в год третий раз подряд проиграл компьютеру. Южнокореец Ли Сидол имеет 18 международных титулов, но ни разу не победил машину. Отыграться Ли надеется в заключительных партиях в воскресенье и вторник. Го – это стратегическая китайская игра, похожая на шахматы. Сложность ее состоит в большом количестве вариантов ходов. Настольный футбол в законе. В Турции сняли запрет, который действовал 48 лет. Настольный футбол считался игрой азартной, а игрокам грозило до пяти лет тюрьмы. Из списка запрещенных видов спорта его исключили благодаря решению Конституционного суда. В нем утверждается, игра основана на физических навыках, улучшает мозговую деятельность, пагубно не влияет на работу или семью. Провальное ограбление. В американском штате Пенсильвания грабитель решил отобрать деньги у таксиста. Сел в машину, когда она остановилась на светофоре и приставил пистолет к голове водителя. Но у таксиста было всего 11 долларов. Кроме того, любитель легкой наживы не заметил ехавших сзади полицейских. Бандита арестовали, а вот пистолет оказался пластиковой игрушкой. Американский астронавт Скотт Келли уходит на пенсию. Последний год он провел на борту космической станции. Принимал участие в исследовании, как влияет продолжительное пребывание в космосе на организм человека. В НАСА считают, результаты эксперимента помогут в будущем отправить людей на Марс. Всего за 4 экспедиции на МКС Келли пробыл в космосе 520 дней. 107 лет. Именно столько сегодня исполнилось американской долгожительнице Вирджинии МакЛарин. Известной на весь мир старушка стала после того, как посетила Белый дом и станцевала с читой Абам. Ко дню рождения МакЛарин получила президентскую медаль за многолетнюю добровольческую деятельность. На коляске по хайвею. В пригороде Лондона 92-летний пенсионер свернул не в ту улочку и оказался на проезжей части автострады. Изумленные водители вызвали полицейских. Коляска с электроприводом ехала не более 12 км в час, а мужчина не понимал, где оказался. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй. Хороших вам выходных и до встречи в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова